Музыка Известно, что при прямом попадании снаряда в окоп, там может создаться незавидное положение. Когда в окопе разрывается крупнокалиберный снаряд, это же неприятно, слушайте, неприятно. На артиллерийском складе на полках хранятся артиллерийские приборы, и вместе с ними вы можете там же найти что? И их владельцев. То есть я хотел сказать, фамилии их владельцев. Товарищ полковник, а если, вы говорите, снаряд летит по параболической траектории, а если пушку положить на бок, это значит, можно стрелять из угла? Можно! Ну, они стреляют. Ну, они стреляют из этой истории. Значит, тогда в продолжении истории, что вот сейчас ведь рассказывал. Но это не падалка был, это был наш герой Советского Союза Морозов, по-моему, да? Морозов такой. Он преподавал тактику у нас, да? Он нам преподавал тактику, да? Так вот... Герой Советского Союза. Да, девчонки, наверное, не знают, а ребята, которые ходили, было одно занятие, и он начинает, ага, сколько же у нас в полку должно быть боеприпасов, вспоминайте. Складывал. Да, вот, совершенно верно. И он начинает, ага, началось отделение, значит, отделение, десять человек, значит, так, десять автоматов, на каждый автомат столько-то патронов, складывая, значит, дых, получается, у него в столбик, получается, у него столько-то, значит, он. Дальше отделение, взвод, пошел в роту, рота, ага, полк, а кто-то сидел себе, вот, не помню кто. Женька Горбуновская, вы хотите, я вам сейчас моментально скажу, скажу? Товарищ полковник, а не взяли вот это на это умножить? Да стоял, 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 стоял. Можно, но в армии так не делают. СМЕХ 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 Значит, а именно у папы, на экзамене у папы Шиллингер, и получилось дважды у меня история. Значит, первый раз, первый раз, это получилось так, значит, папа Шиллингер спрашивает меня о трехфазном токе. И говорит, покажите, как распределяется. Естественно, я начинаю там водить карандашом туда, и вдруг с правой стороны Панченков не туда, не туда, куда. СМЕХ Я скорее раз говорю, правильно, папа посмотрел, правильно. Второй вопрос. Опять что-то, опять Панченков подходит, куда, ну ты что. Так я сдала. Любим Панченко, Марина. Нет, ну а папа был замечательный. А папа молодец. И еще раз, значит, это уже про Милу. Значит, сидим мы дома, готовимся у меня в подвале к экзаменам. Милка приходит и говорит, что ты учишь? Вот смотри, как я по шпаргалке. На ногах. Нет, не на ногах, это не то. Это был не тот вариант. Другие места. Другие места, да. Она поднимает, у нее такая была летняя сессия, у нее шелковое платье, коротенькое. У нее всегда коротенькие платья такие. И она так поднимает лихо эту юбочку, а у нее так на резинках висят по всему периметру шпаргалочки, гармошки эти. Она говорит, вот смотри. Что ты делаешь? Я не ленилась, делала, понимаешь? Ну вот. Периметр надо формить. Да, да. По кругу, по кругу. Ну, сидим. Я первая зашла, села, вытащила билет и сижу. И открывается дверь, заходит Мила. А такая, пуп-пуп, вот такая вся из себя. Портфель у нее, помните, рыжий, здоровый портфель. Значит, она хотела пройти, а папа говорит, нет-нет, портфельчик к стене. Значит, она подходит так к стене, а я и стене, все причем смотрят, как кто заходит первый, все сразу наблюдают. Кто? Она так подходит, так попочкой, пум-пум-пум, приседает, и у нее это платье. А там вот такие по всему периметру вот эти вот шпаргалочки. И она так, это самое, все, а она думает, вот как она всех обвела. И она так идет, ну, естественно, ко мне на заднюю парту. Он говорит, нет-нет-нет, Андрюшенька, вот сюда садитесь. На первую. И Милка начала ерзать. Я, естественно, она ерзает, я переживаю. Пишу ей записку. И пишу, Мила, папа все видел. И вот когда она получает эту записку, ребят, вот все представьте, она из вот такого вот цвета, она становится, ой, извиняюсь, вот таким вот. Вот таким красным. Я вижу это. И вот она крутилась, вертелась, он еле-еле ей троечку там натянул. Ну, он, да, это было такое. И еще же, еще же Панченков, он же у нас вел эти лабораторные, да. А моя подруга Лариса, она всегда, всегда с каким-то, не просто так. Он говорит, ну, кто готов отвечать к лабораторной работе с внешним и с внутренним самовозбуждением? С самовозбуждением. Да, но это я хорошо запомнила. И вдруг это Харитонова таким вот, она встает и говорит, ну, можно я с самовозбуждением, но только не здесь, а где-нибудь... А, нет, можно с самовозбуждением, да. И Панченков, молодец, он говорит, пожалуйста, только не здесь, а где-нибудь в другом месте. Молодец. Вот такие вот у нас вещи.